Одни всегда на поле в центре событий, другие же на комментаторских площадках. Сборные команд журналистов совместно с футболистами клуба Черноморец на тренировочной базе в Савиньоне провели совместную тренировку и несколько товарищеских матчей. Футболисты говорят, что это хороший опыт, ведь игра в одной команде помогает почувствовать настрой одесских журналистов. Данное мероприятие, я думаю, что оно в любом случае пойдет на пользу, потому что не всегда пытаются достучаться до молодых людей, молодых ребят, которые играют в футбол, показать им то, что нужно делать и в какой атмосфере это должно происходить. Я думаю, что сегодняшний день покажет, что нужно быть открытием, добрее и любить футбол. Эмоции в команде хорошие, но, конечно, эти эмоции влияют как позитивные, мне кажется, должны такие моменты быть, и для всех это хорошее событие. Настрой будет хороший, готовимся, как в обычном режиме, на все игры чемпионата, а как уже сыграем, уже покажет только игра. Первое, что мы сделали перед играми, это, как и в любом другом виде спорта, провели комплексную тренировку, дабы избежать травм во время матчей. Футболисты шутят, что это только мини-картина того, как оно происходит на самом деле. В реальной жизни все интенсивнее и, честно говоря, труднее. Нам, чтобы устать еще на этапе разминки, хватило пяти минут. Тренировкой руководил главный тренер моряков Юрий Мороз, наставник черноморца отметил, что, несмотря на уже длительное пребывание в Одессе, с городом до конца не познакомился. Практически все время занимает тренировочный процесс. Если не практика, то теория. По словам главного тренера, клуб всегда открыт для болельщиков и для всех желающих быть причастным к футбольной истории Одессы. Клуб открыт. Здесь вообще без вопросов. Можно определить, какую дату, сесть и поговорить. Но я думаю, что, наверное, лучше, когда положительные результаты, тогда нам будет легче им что-то говорить. Опять же, ребятам будет легче что-то говорить болельщикам. Болельщик в Одессе строг, требовательный. Тут много-много было квалифицированных, хороших, именитых футболистов и сам клуб с именем. Так что здесь они вправе, вправе требовать то, что они хотят. После эффективной разминки мы приступили к самой игре. Словом, все прошло, как и было задумано. Моя команда сыграла в лучших традициях сборной Украины. Первый тайм для нас оказался результативным 2-0. После перерыва ситуация несколько изменилась. И счет стал 5-3 в пользу наших соперников. Тем и хорош футбол своей непредсказуемостью. Это важно, проводить такие мероприятия. Это очень здорово, это классно, это сближает даже с болельщиками и с журналистами. В целом это все здорово. Спасибо большое за игру. Очень было приятно, очень было интересно. Я думаю, что это всегда важно, потому что футбольный клуб без болельщиков, без прессы. Это как бы и футбольная команда, это не футбольная команда. Поэтому спасибо большое, что пришли. Было очень интересно. И надеюсь, что в следующий раз тоже соберемся, тоже поиграем. На этой акции взаимодействие клуба с журналистами не заканчивается. Впереди новые тренировки и игры. А пока же Черноморец продолжает подготовку к ответственным матчам украинской премьер-лиги. Совсем скоро одесситов ждет непростой поединок против чемпиона страны киевского «Динамо». Команда надеется на поддержку всех одесситов. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».